Добрый день, наши уважаемые слушатели! Сегодня я очень благодарю Бога, что могу перед вами открыть Слово Божие. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу, и прочитаем с 1 стиха. Страница 114 Нового Завета, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1 стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью ходит двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, овцы слушают голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И Слово Божие это удивительное, потому что через Слово мы можем соединить свою душу с Господом и увидеть духовный мир. И духовный мир Бога, он невидимый. Мы не можем увидеть его глазами, поэтому нам очень важно это слышать тот голос, который говорит Бог. Тогда только слыша этот голос и следуя за этим голосом, мы можем увидеть тот мир, который Господь приготовил для нас. Аминь. И точно Бог, он есть дух. Его мир это невидимый. И есть овцы. Овцы это символизирует спасенных людей, верующих людей. Но эти овцы, они почему живут так? Не потому что они как-то правильно поступили, что их жизнь изменилась. Сейчас овцы, самый главный их критерий, то что они слышат голос пастыря и следуют за этим голосом. Поэтому я очень благодарю Бога, что однажды я начал слышать этот голос Бога. Этот голос, он привел меня в церковь. Этот голос дал мне спасение, жизнь вечную. И этот голос, он сейчас тоже держит мою душу в церкви. И мою жизнь тоже проводит. Поэтому моя жизнь очень счастливая. И в Библии, да, в этом слове написано, что овцы, они слушают голос хозяина и следуют за этим голосом. И второй критерий есть, то что эти овцы, они не слушают чужой голос. Чужой голос это голос греха. Это голос нашей плоти. Это голос наших мыслей. И верующий, спасенный человек, он уже имеет такую силу не слушать этот голос, не следовать за этим голосом. Поэтому мы можем иметь счастливую жизнь. Аминь. И люди, которые слушают голос Бога, такие люди, они получают милость и благословение Господа. Независимо от наших дел, независимо от наших достоинств, да, или от наших талантов, или от нашего образования, любой человек, который слышит именно голос Бога и следует за этим голосом в своей душе, то есть верой принимает это руководство, тогда этот человек, он будет получать милость и благословение. Когда блудный сын, он находился с отцом, и когда он слышал голос отца, когда он общался с отцом, когда он принимал его руководство, когда он задавал вопросы отцу, да, и они имели живое общение, тогда жизнь этого блудного сына, она была очень счастливой. Но однажды блудный сын, он начал слушать свой голос, да, внутренний голос, который отличался от того слова, которое говорил отец. И этот голос, что говорил ему? Тебе нужно забрать свое имение и пойти в дальнюю сторону. Ты будешь там жить еще лучше, еще счастливее. И блудный сын, он взял, да, имение попросил у отца и пошел в дальнюю сторону. И там он первое время, он жил хорошо, но второе время он мучился, да, он страдал от голода, он переживал. Поэтому в нашей жизни, да, тоже такие моменты бывают. Почему люди мучаются, почему они переживают, почему они страдают? Не потому что изменились какие-то обстоятельства или условия, или пришли какие-то проблемы. В духовном мире только одна причина. То, что человек, он перестает слышать голос Бога и следовать за ним, и начинает слушать чужой голос, голос своих мыслей. Так произошло у блудного сына, и так же произошло у Адама и Евы, да. Они перестали слышать голос Бога, и они перестали следовать за этим голосом. Они начали слушать чужой голос. Чужой голос – это голос сатаны, который увел их от Бога. И слушая этот голос, отношения с Богом у них испортились. И они получили проклятие, они начали мучаться, страдать, переживать за свою жизнь. И они сами начали трудиться в своей жизни. Давайте мы посмотрим эту историю, чтобы больше уже понять это слово, да, от Иоанна. И откроем Бытие, первую главу. Многие люди задают мне вопрос, а для чего Бог создал человека, да, и какой смысл. И, знаете, Бог, Он создал человека для себя. Единственное духовное существо – это человек, с которым Бог хотел вместе жить и общаться в своей душе. Поэтому Он дал такую возможность человеку принимать слово Бога в свою душу. Давайте мы посмотрим. Первая глава, 27 стих. Здесь написано, как Бог создал человека. 27 стих. Ну, достаточно. И еще много что-то Бог дал человеку. Но самое главное, самое важное, то, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И у меня трое детей. У вас тоже есть дети? Знаете, когда наши братья и сестры приходят с детьми, и я смотрю на этих детей, я могу видеть родителей. Да, та же хитрость, что есть у детей, да, она есть у родителей. Да, это передалось по наследству. Тоже те же глаза, которые есть у родителей, передались детям. Да, те же волосы, цвет волос, да, структура тоже передались детям. Поэтому дети, они как бы имеют, да, образ, образ своих родителей, очень похожий. И поведением, да, и манера разговора, даже походка у некоторых детей очень напоминает родителей. Поэтому здесь то же самое, да, смотрите, Бог, Он сотворил, да, человека по образу и подобию своему. То есть образ, подобие, да, они были одинаковыми. У Бога в душе есть Слово, есть Его воля. И в душе человека тоже была воля Бога, было Слово Бога. И тогда первое, что Бог сделал для такого человека, который был внутри наполнен Ему Словом, Его волей. Смотрите, очень интересно. Первое, что сделал Бог в 28 стихе, и благословил их Бог. После того, как создал, самое первое, сразу же в следующем стихе, и благословил их Бог. Получается, человек получил благословение. Но сейчас многие люди, да, они страдают своей жизнью. Почему? Они не имеют этого благословения. И причина только одна. То, что образ человека отличается от образа Бога. У Бога в его сердце, да, есть Слово, его воля. А у человека в сердце нет Слова Божьего. Есть куча мыслей, куча переживаний. Нет воли Бога. Есть своя воля человеческая. Я хочу быть богатым. Я хочу быть здоровым. Я хочу много вкусного кушать. Я хочу, да, отдыхать много, спать долго. И такая воля стоит у человека. И человек думает, если эту волю я буду хранить в своем сердце, я буду счастливым. Но, смотрите, благословение не имеет такой человек. Потому что его образ отличается от образа Бога. Бог благословил человека, когда он увидел его сердце, человека, одинаковое со своим сердцем. Бог без всяких условий просто взял и благословил человека. И сказал, плодитесь, размножайтесь. И дал человеку животных, траву, деревья, да, все условия для его хорошей жизни. Знаете, даже болезней не было в то время. Никакого коронавируса, даже обычного гриппа тоже не было в то время. Человек был полностью здоровый, ему не нужно было лечиться. Он ходил, кушал то, что посадил Бог, да, и его согревало то солнце, которое Бог поставил. И человек радостно жил. Потому что его внутренний мир, его сердце было одинаковым сердцем Бога. Там не было греха, там не было доверия своим мыслям, там не было своего пути, там не было гордости. Тогда человек имел очень счастливую жизнь. Сегодня тоже одинаково. Если человек, да, он будет иметь такое же сердце, как у Бога, независимо от условий внешних, экономики страны, или экологии, или еще чего-то, человек может жить счастливой жизнью. Библия нам об этом говорит. Потому что сердце Бога благословит человека во всем. Поэтому не забывайте, да, Бог, то, что Он сделал человеку сразу после Его сотворения, и сегодня не поменялось сердце Бога. Бог тоже хочет благословить человека. Но, произошло некоторое событие, то, что мешает Богу, да, благословить человека. Это то, что сердце человека сейчас отличается от сердца нашего Господа. Смотрите, когда Бог благословил, да, тогда Он положил, да, в сердце человека свое слово. Какое слово? Давайте мы посмотрим. Вторая глава, 16-17 стих. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Смотрите, это слово такое не очень приятное, да. В этом слове есть запрет. Вам нравится, когда вам что-то запрещают? Не очень, правда? Нам нравится, особенно детям, когда все разрешают тогда. Любое ты можешь делать. Но Бог, смотрите, только одно Он запретил. С этого дерева познания добра и зла не ешь. Получается, второе, да, что Бог сделал человеку, это дал руководство для счастливой жизни, чтобы человек не умер. Это очень хорошее, да, руководство. Потому что человек, он не знал, что можно кушать, что нельзя кушать. Да, если все подряд он ест, тогда плохо будет или нет? Да, тогда человеку будет плохо. Но Бог четко сказал, ты все можешь кушать, это все будет тебе во благо. Но с одного дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Получается, человек, он слышал голос Бога. И у человека не было второго голоса, не было своего внутреннего голоса, да. А почему это можно, это нельзя? Он вообще так не размышлял. Человек, его душа была настроена только на один голос, на голос Бога. Поэтому в нашей жизни, да, очень важно, очень важно слышать вот этот голос. Нравится он нам, не нравится, приятный или неприятный. Но душа Господа нас благословит. Даже когда родители ругают детей громким голосом, да, неприятным голосом. Но в их душе, да, что есть, почему родители ругают детей? Потому что в их душе есть любовь. И когда дети делают что-то опасное для своей жизни, тогда я ругаю своих детей. Ты не беги на красный свет, ты жди на переходе, когда будет зеленый. Вы тоже останавливаете таких своих детей? Ты не сунь два пальца в резетку, потому что там высокое напряжение, это повредит твоей жизни. Ты не вылазь там на подоконник в окне, потому что высота, да, большая, можешь упасть, выпасть из окна. Получается, детям это не нравится, это запрет. Может быть, даже тон не нравится. Но если вы видите, ваш ребенок два пальца он сунет в резетку, да, маленькие дети иногда берут, да. Когда-то мой брат, он сунул спицы, моя мама, да, она, это что делала, вязала спицами, носки теплые. Ну, по-моему, даже, ну, сейчас, может быть, нет, но иногда передает детям связанные носки. Да, она лично, своими руками, и такие железные спицы есть. И мой брат взял тогда эти две спицы в резетку. Тогда каким тоном, да, родители останавливают? Ой, подожди, нельзя? Или очень громким голосом, остановись, это нельзя делать. Даже тон нам может не нравиться, но это очень полезно для нашей жизни. Поэтому Бог тоже здесь сказал, не ешьте с дерева познания добра и зла, потому что смертью умрете. И человек, когда слушал и принял это слово, когда он слышал этот голос, тогда он жил очень счастливой жизнью. То благословение, которое он получил в 28 стихе, оно продолжало действовать в его жизни. Когда Бог видел это слово в его душе, когда человек слышал этот голос, и этот голос постоянно, он звучал, да, в душе человека. Человек приходил мимо и не трогал плода с дерева познания добра и зла. Его жизнь была счастливой, его отношения с Богом были очень хорошие. Но в третьей главе, да, появился змей. И смотрите, что делает сатана, да? Сатана, он говорит слово тоже. Мы начинаем слышать второй голос, второй голос, который более нам приятный и больше нам подходит, чем первый голос Бога. Сатана очень хитрый. Написано, он отец лжи. Поэтому, чтобы обольстить человека, он не говорит что-то такое запретное, не говорит что-то неприятное нам. Он говорит очень приятные вещи. Блудному сыну, что сказал сатана? Тебе нужно покинуть отца. Если ты будешь жить сам, если ты не будешь слышать его руководство, никто тебе не будет указывать, что делать, да? И ты будешь очень счастливым человеком. Радостно проведешь свою жизнь. И блудный сын, он взял деньги и ушел. И он перестал слышать голос отца. Он дальше слушал только свой внутренний голос. Он слушал голос дьявола, который проводил его. И этот голос ему говорил, тебе надо расточать имение, тебе нужно веселиться, тебе нужно жить распутно. И он под руководством этого голоса, он жил. Ему не было грустно, ему не было печально, ему было очень радостно. Но через какое-то время деньги закончились, и он начал страдать. Он начал голодать. Пришли мучения в его душу. Обязательно вот этот голос, второй дьявольский, да? Первый вид, он кажется очень приятным. Чтобы мы, как сказать, переключили программу, да? Переключили программу, и дальше слушали его голос, да? Когда вы по телевизору, да, вы смотрите какую программу. Я уже, конечно, давно не смотрел телевизор. Но иногда мой папа, он, так, новости, потом еще новости, потом я... Как везде новости? А он переключает программу там, где новости, и везде слушает. Если вы переключаете программу, да, тогда вы не можете уже смотреть предыдущую. Человек не может слышать два голоса. Человеку нужно сосредоточиться на один. Поэтому, когда Адам и Ева слушали голос Бога, они были счастливыми. В их сердце было слово Бога. Но слушая голос дьявола, они перестали слышать Бога. Давайте мы посмотрим, что же сказал им дьявол. Третья глава, первый стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Смотрите, как искусно, да, змей, он подошел к Еве. Он не начал что-то рассказывать ей. Первое, он слушал ее, да, он вызвал ее на разговор, да. Он задал вопрос. А подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И тогда Ева с радостью начала общаться с ним. Поэтому дьявол приходит к людям и задает какой-то вопрос, и мы уже внутри начинаем сами давать ответы на этот вопрос. Это происходит такой процесс, как в третьей главе бытия. И потом, и дьявол, он говорит такое слово, которое очень нам подходит, которое очень нам приятное. Здесь, в этом слове, тогда какое слово? Нет, не умрете. Тогда смотрите, в одном руке есть слово, которое сказал Бог. Вкусите, смертью, умрете. И дьявол дал второе слово, да. Нет, не умрете. Тогда какое слово больше нравится человеку? Какое слово подходит человеку? Какое слово выбрали бы вы? Если бы вы не знали, что это змей, да, или дьявол, или бог. Как все мы выбрали бы, не умрем, правда? Согласны? Потому что это больше нам нравится, это больше нам подходит. Ева точно так же, она выбрала это слово, я не умру. Дальше тоже дьявол, он приукрашивает свое слово. Дальше Ева, она уже переключила программу и слушает другой голос. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. То есть уже она не слышит голос Бога. То, что Бог сказал, вкусите, смертью, умрете. Она уже слушает дьявола, да, уже как последовала за голосом дьявола. Поэтому дальше и дальше мы будем знать, что такое добро и зло. Мы будем иметь другие глаза, мы будем как боги. Вот эта душа очень нравится человеку. Быть как бог. Допустим, быть как президент. То есть вам нравится? Иметь власть, иметь деньги, да, давать приказы, и никто не может вам указывать. Ну, если как бог, вам такой чуть непонятно, ну, президент. Или там директор вашего предприятия. Кто ходит на работу, тогда у вас есть директор фирмы. Или хозяйка, которую вы убираете. Я хочу быть как эта хозяйка, иметь такой дом. Хочу иметь такой джип, да, хочу иметь такие деньги, да. Я же спасенный. Если еще вот это все мне прилепить, вообще моя жизнь будет хорошая. Ну, я много раз видел, когда жизнь человека улучшается, он оставляет бога. Поэтому бог точно знает, что дать своим детям. Извините, ну, у меня есть трое детей. И пока у них возраст несовершеннолетний, да, они не женятся, они выходят замуж. И я не даю им большие деньги, потому что они не умеют, да, здраво распоряжаться этими деньгами. Какие-то маленькие карманные деньги они получают, да, на мороженое, на конфеты, на шоколадку. Но большие деньги, если им дать, тогда вообще они не знают, как распорядиться. Правильно. Поэтому есть ему свое время. Бог точно знает, что нужно его детям. Но мы хотим быть как бог. Если бы бог хотел сделать человека, да, как бог, он бы сделал бы человека. Но бог не хотел, чтобы человек жил, да, и знал, что такое добро и зло. Потому что он знал, дьявол сможет обмануть человека, человек запутается. Поэтому бог сам хотел разделять, что такое добро, что такое зло. Он сказал, это мое дерево, это моя работа судьи. Я судья праведный. Человеку не нужно так жить. Но здесь человек, слушая голос дьявола, он принял этот голос и последовал за этим голосом. И уже, смотрите, блудный сын, когда начал удаляться от отца, уже ему голос отца, хотя отец, может быть, и упросил его. В Библии не написано, но, может быть, не уходи, покайся, тебе будет плохо там без меня. Но чем дальше блудный сын уходил, тем голос отца становился тише, тише, тише. И через какое-то время он перестал вообще слышать отца, хотя отец кричал, может быть даже. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому наша душа одинакова. Когда мы и Евы душа одинакова начинаем общаться с дьяволом, тогда душа человека уходит от Бога дальше и дальше. И человеку уже не слышно этот голос. Поэтому уже здесь, в пятом стихе, Ева была очень далеко. Если в третьем стихе она еще пыталась рассказать, что же сказал ей Бог, тот голос, который она слышала от Бога, то в пятом стихе уже она не говорила то, что слышала от Бога, она уже прямо принимала то, что говорил ей сатана. Поэтому человек, он последовал, да, за приятным голосом сатаны, выбросил со своей души слово Бога. Смотрите, и с этим словом тоже ушло благословение из жизни человека. Потому что благословение именно находилось в слове Господа. Но человек этого не знал, да. Иногда люди выбрасывают мусор, да. И с этим мусором иногда выбрасывают хорошие вещи. Когда бомжи, они копаются в мусорном ящике, да, я спрашивал некоторых, что вы там ищите? Там ничего хорошего. Нет, там даже золото есть, они сказали. Потому что человек даже не замечает, да. Иногда он старую одежду выбрасывает, а в кармане лежит что-то золотое. И он выбросил, и он забыл, что там лежит, и не заметил. А, извините, бомжи, они находят вот такие вещи, да. И они мне рассказывают, я был удивлен. Поэтому человек, он выбросил слово Бога, он считал, это уже не нужная вещь для моей жизни. Этот голос Бога уже надоел мне, постоянно что-то запрещает, постоянно что-то указывает, да. Постоянно говорит о смерти какой-то, да. Зачем мне это слушать? Есть второй голос. Второй голос такой приятный. Не умрешь. Будешь как Бог. Будешь знающий добро и зло. Сам принимай решение. Ходить в церковь, не ходить. Слушать Бога, не слушать. Принимать это слово. Так удобно жить человеку, правда? Но знаете, с этого момента отношения с Богом полностью испортились. И благословение, оно тоже ушло из жизни человека. Человек начал мучиться, он начал страдать, он начал бояться. Страх появился в его жизни. И проклятие пришло в жизнь человека. И это проклятие сейчас действует на людей. Потому что люди, они не привыкли слышать голос Бога. Уже человек рождается. И от рождения он какой голос слышит? Своих родителей. И плотских, и духовных. Поэтому ребенок, хотя не умеет говорить, но если он услышит голос мамы, сразу он что начинает делать? Требовать еду. Поэтому мы шутили, да? Маму называли тогда. Это еда, понимаете? Сейчас еда придет. Почему? В груди матери есть еда для младенца, правда? И когда вдруг мой голос слышал, да? Ну, ребенок. Он не кричал. Потому что он понимал, у папы нет еды для него. Но маленький, когда голос мамы слышал, четко он понимал, там есть еда. И он звал, да? Мама приходила и кормила его в груди. Ну, если вы помните, да, когда у вас маленькие дети были. Получается, да? Голос знает своих родителей. Поэтому человек, когда родился, он какой голос начал слушать? В духовном мире тоже голос греха. Голос мыслей. И следовать за этим голосом. Поэтому человеку очень важно, да так как Адам потерял этот голос, Бог, и начал голос дьявола слушать. Так человеку, чтобы жить духовной жизнью. Самое важное, нужно научиться слышать голос Бога, который нам говорит через Библию, через Слово, через Церковь, через Слугу Божьего. Аминь? Поэтому давайте мы прочитаем здесь 6-7 стих дальше. Что изменилось в человека, когда он начал слышать голос дьявола? И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа, Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. Смотрите, что изменилось в человеке, когда он начал слышать голос сатаны? Получается, этот голос стал для него родной. А голос Бога стал чужой. Это уже не его отец. Поэтому Адам, слыша голос Бога, он скрылся. Он пошел в другую сторону. Этот голос дьявола увел человека от Господа. И появились глаза, написано, открылись глаза. Это плотские глаза, которыми человек уже не может видеть духовный мир Господа. Он не может видеть волю Бога. И появился страх. Получается, с этого момента человек видел только обман. Обман какой? Вы не умрете. Вы будете как Боги. Вы будете знающие добро и зло. Вот это все, слово, которое сказал дьявол человеку, это его голос. Это есть обман, дорогие наши братья и сестры. Поэтому человек, слушая этот голос мыслей, он живет в несчастливой жизни. Он живет в проклятии. Слушая обман, любой человек будет пропен. Любому человеку в жизни будет плохо. Согласны вы или нет? Поэтому вот это слово, дьявол, это все обман. А слово Бога, это истина. Поэтому человек, когда рождается, он начинает верить в свои мысли, и он думает, вот этот голос, который я слышу, это есть истина. То, что мне говорят мои мысли. То, что мне говорят мои глаза. И то, что я принимаю решение, это истинное решение. Потому что это доброе решение для моей жизни. И человек не спрашивает у Бога. Бог, а ты что скажешь мне? Потому что его ухо не настроено на голос Бога. Поэтому верующий человек, это тот человек, который вернулся в прежнее состояние духовное, в котором были Адам и Ева. Который вернулся во вторую главу бытия, где Адам и Ева слышали голос Господа. Где следовали за этим голосом. Как они следовали? Мимо проходили дерево познания добра и зла. Мимо греха проходит человек. Мимо обмана дьявола. Но если человек слушает этот голос дьявола, он находится внутри греха. Внутри обмана дьявола. Поэтому здесь такое неприятное событие произошло. И уже человек боялся. Уже человек скрывался. Уже человек переживал. Мучился. И уже от Бога он был далеко. Не потому что Бог ушел от него. А потому что сам человек, он скрылся как блудный сын. Адам и Ева тоже они скрылись от лица Господа. Поэтому сегодня люди живут тоже от Бога далеко, потому что слушают чужой голос. Но если люди начнут слушать голос Бога, тогда у них пойдет обратный процесс. Они как вот эти овцы последуют за этим голосом и соединятся душой с нашим Господом. У Которого есть благословение для каждого из нас. Аминь. Давайте мы вернемся к слову и сделаем вывод, который мы читали в самом начале. Иван Илья Атеана, 10 глава. Третий стих. Ему преддверник отворяет, и овцы слушают голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. Это преддверник, пастырь. Это кто? Это наш Иисус Христос. Поэтому верующий человек, да, это не тот, который хорошо поступает, старается не грешить или что-то соблюдать. Это тот человек, который слушает голос Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа это церковь. Слово, да, это есть голос Господа, которое написано в Библии. Поэтому овцы Иисуса Христа, они слушают голос его. Овцы, да, Иисуса Христа, верующие, спасенные люди, это те, которые живут духовной жизнью. И что же такое духовная жизнь? Здесь написано в пятом стихе. Давайте еще пятый стих прочитаем и закончим. Пятый стих. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Духовная жизнь, это когда мы не следуем за чужим голосом. За голосом наших мыслей, за голосом наших желаний, за теми обстоятельствами, которые мы видим. Это чужой голос греха. Это чужой уже голос в плоти для нас становится. И родным становится голос Господа, Слово Господа. Голос, который мы слышим в церкви. Голос, который мы слышим через слугу Божьего. Голос, который мы слышим через Библию. Это наш родной голос. Это голос верующего, спасенного человека. Это и есть духовная жизнь. Не следовать за чужим голосом, а следовать за родным голосом, голосом Бога. Аминь. Это в пятом стихе очень ясно написано. Это голос Бога, это голос веры. Это голос церкви и слуги Божьего. Поэтому я вам всем желаю, чтобы в вашей духовной жизни вы не следовали за чужим голосом. Потому что от этого приходит внутреннее страдание и мучение. От этого приходит проклятие в нашей жизни. Всегда следуйте за голосом Господа. И часто мы не различаем даже, где голос чужой, где родной. Но если часто мы слушаем Бога, тогда этот голос становится нам родным. Аминь. Это и есть верующий человек. Через голос Бога у нас произошло покаяние. Через голос Бога у нас произошло прощение грехов. Через голос Бога, то что Бог нам сказал, мы имеем жизнь вечную. Аминь. Я тоже все это имею, и за это Бога благодарю. То, что однажды для меня голос Бога стал родным. А голос моей плоти, голос мысли стал чужим. Это и есть настоящий спасенный человек. Аминь. Аминь. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы жили жизнью настоящего верующего спасенного человека. Спасибо большое за внимание. И знаете, Господь, Он удивительный, Он дал нам свободу в Иисусе Христе. Но как вы думаете, Адам и Ева, они имели свободу в третьей главе? Во второй? Как нет? Вера, Якон, как не имели? Во второй главе, смотрите, хотя Бог сказал, не есть из дерева познания добра и зла. Но, это есть настоящая свобода. Хотя, видимо, мы видим, нет свободы. Свобода это что? Недавно одна сестра пришла ко мне и сказала, я хочу свободы. Почему у нас в церкви нет свободы? Я говорю, как нет свободы? Мы имеем свободу уже в Иисусе Христе. Не, у нас нет свободы. Всегда указывают, что делать. На конференции участвовать, на служение ходить. С дерева познания добра и зла не ешь. Разные вот эти вещи. Но у Адама и Ева была свобода на самом деле. В какой главе? Во второй. А в третьей главе, хотя, видимо, дьявол так сказал, вы будете как боги. Вы будете с нами знать, что такое добро и зло. Но эта свобода, которую они имели от греха, от своих мыслей, она исчезла. И они стали вводимые полностью своими мыслями. Уже куда мысль им говорила идти, туда они исследовали. Поэтому мысль сказала, вам надо скрыться от бога. И они скрылись. Мысль им сказала, вам нужно шить смоковные листья, вам нужно самим обустраивать свою жизнь, вам нужно прятать свой грех. И они уже не имели свободу. Они полностью повиновались своей мысли. Поэтому я объяснял это сестре. Сестра, свобода, это не значит делать, что хочешь. Не значит делать по мыслям, которые приходят к нам. Свобода спасенного, верующего человека, это свобода от этих мыслей. Уже не повиноваться этим мыслям, которые приходят. Благодаря слову, которое мы слушаем в церкви, мы можем этим мыслям, так сказать, отказать. Ну, когда люди чужие вас спрашивают на улице что-то, дайте мне вот это. Да? И помогите мне. Вы можете им отказать, этим людям? Не дать им 10 гривен или 100 чужим? Не помочь им что-то? Вы можете? Да. Да, почему? Потому что это чужие люди на улице. Но если внутри семьи, родные, тогда люди у меня есть. И мой сын просит, папа, мне надо в школу, завтра 50 гривен. Я не могу ему отказать. Или папа, мне нужна одежда. Я не могу ему отказать, потому что это родные. Поэтому если мы живем в семье с Богом, тогда то, что Бог просит, мы не можем отказать им. Потому что Бог для нас стал родным отцом. Аминь. Аминь. Поэтому Бог тоже понимает, что для нас хорошо, что плохо. Поэтому человек, когда он перестал слышать вот этот голос Бога, и начал слышать голос дьявола, тогда этот человек, он начал повиноваться своим мыслям. И он начал удаляться от Бога. Когда-то я вам много раз говорил, смотрите, есть воля Бога, но если чуть-чуть мы удалимся, чуть-чуть на один градус мы удалимся, то через какое-то время это сколько будет? 5 градусов, через какое-то время это 10 градусов, потом уже 90 градусов, вообще в другую сторону мы пойдем. А через какое-то время это 180 градусов будет. Потому что это удаляется вообще в разные стороны. Но нам кажется, я чуть-чуть уклонился от воли Бога. Если я еду на перекрестке и повернул не на тот поворот, я чуть-чуть уклонился. Мне нужно развернуться и вернуться в то место, где я уклонился. И с того момента начать новое. Поэтому человек, чуть-чуть он уклонился. Смотрите, человек не участвовал в конференции, ну чуть-чуть уклонился. Потом он уже не хочет участвовать в воскресном служении. Потом он уже не хочет участвовать в пятницу. Потом он уже не хочет вообще участвовать. Потом он уже говорит, вообще в церковь я не хочу ходить. Потому что чуть-чуть уклонился. И когда вот этот человек уклоняется, тогда церковь показывает ему. Ты уклонился. Нужно остановиться и покаяться. Развернуться на 180 градусов. И вернуться на дорогу Господа. Это удивительно, когда нам кто-то это говорит. Когда у меня есть навигатор, и я уклонился, навигатор мне говорит, вы сбились с пути. Я так благодарю навигатора. Потому что я могу развернуться вовремя и поехать правильным путем. Но если у меня нет навигатора, я уклонился и дальше еду. И даже сам я не понимаю, куда я уклонился. Тогда я в какое место приеду? Место благословения или вообще в другое? В другое место. Я объяснял это сестре. Сестра, это очень опасно. Уклониться чуть-чуть. Потому что завтра хочется больше. Послезавтра еще больше. Если человек один раз попробовал согрешить, и Бог его не наказывал, потому что любит. Просто предупредил через пастора, так не делайте. Второй раз он согрешил, Бог тоже не наказывает. Немножко уже тон повысил. Третий раз согрешил, уже Бог кричит через слугу Божьего, но тоже не наказывает. Но человек что думает? Я ел и не умер, поэтому мне надо есть. Мне надо грешить свободно, я не умру. Вот это душой живет, понимаете? Я грешу, но я же не умер физически. Но уже для Бога такой человек умер. Потому что Бог сказал. Поэтому Бог дал нам Дух Святой. И Дух Святой, когда мы согрешаем, когда мы сбиваемся с пути, он нам сигнализирует. Сигнализирует. Ой, сейчас покоя нету. Сейчас ты неправильным путем живешь. Неправильным путем идешь. Тебе надо покаяться. Вернуться. Как навигатор говорит, вы сбились с пути. У нас такой Дух Святой есть. Но многие не слышат Дух Святой. Поэтому еще церковь есть тогда. Еще лампочка мигает красная. Понимаете? Как глаза пастыря тогда. Уже кровью наливаются. Это красная лампочка тогда. Сирена. Остановись. Понимаете? И звуковые, и цветовые сигналы. Уже и гром с неба начинает. Все что угодно. Чтобы человек остановился. Сбился с пути. Вчера машину тоже мы смотрели. Мы хотим поменять машину церкви. Потому что уже скоро это поломается. И тогда там есть такая функция очень хорошая. Контроль усталости водителя. Это очень хорошая функция. Я не знаю как она действует. Я никогда ее не видел. Но такая есть. И пасторик Супак когда-то рассказывал. Когда он ехал засыпал. И машина уже остановилась. И не заводилась тогда. Как машина чувствует то, что водитель устал. И он заснет сейчас. И останавливается. Чтобы водитель не погиб. Чтобы машина не... Не знаю, у Стаса есть такой контроль усталости? Есть. У тебя, у Юры есть. У нас у Юры есть контроль усталости. Он самый такой счастливый человек. Тогда раз и все, машина остановилась. Не едет. Почему? Водитель устал. Надо выйти, отдохнуть, кофе попить, зарядку делать. И такая функция есть. Чтобы сохранить жизнь водителя. В церкви тоже у нас есть функция. Дух Святой. Чтобы сохранить нашу духовную жизнь. Тогда если мы не в ту сторону идем, не то делаем, что... Как когда водитель устал и засыпает, он не туда поворачивает руль. Понимаете? Иногда в кювет. Ну в кювет ладно, но если на встречную полосу, тогда это очень страшно. Поэтому Бог дал нам такую функцию Святого Духа, который контролирует. И здесь в третьей главе то же самое. Бог сказал, не ешьте, не будьте как боги, не смотрите своими глазами. Моим словом живите. Ну вот сестра пришла и сказала, я хочу свободы. Тогда я ее спросил. Сестра, а до встречи с церковью вы имели свободу? Кто-то вам указывал, что делать? Ходить на конференцию или не ходить? Участвовать в служении или не участвовать? Нет, никто не указывал. Вы же все до спасения имели свободу? Вы же жили как хотели. Принимали решения сами. Ходили куда хотели, правда? Бар, ресторан или на рыбалку, куда вы хотели? Да? В дискотеку. Вы имели полную свободу от Бога, правда? Почему же вы не стали счастливыми? Вот это вопрос. Я сказал, сестра, вы же имели эту свободу от сатаны. Но это не свобода, это рабство мыслей. Это рабство желаний на самом деле. А настоящую свободу сейчас вы получили. В Иисусе Христе. Но ей непонятно, о чем я говорю. Я хочу быть свободным. Живите свободным, я сказал. Но результат будет такой же. Шестой муж и тот не муж. Понимаете? Она же имела свободу выбирать себе мужей. Три, да? У кого-то три было мужа наших сестер, да? У кого-то еще. Почему свободу не имели? Выбирали мужей, да? Хотели счастливыми. Детей-то кучу нарожали от разных мужей. Это результат вот этой свободы дьявольской, понимаете? В третьей главе. Живи как Бог. А есть свобода в Иисусе Христе. Это совсем другая свобода. Свобода от мысли, от желаний и от обстоятельств. Давайте мы посмотрим. Галатам написано об этой свободе. Галатам 5 глава. Галатам 5 глава, 13 стих. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг к другу. Один стих. Дьявол так сделал, что Адам и Ева, они начали угождать плоти. Шить смокровные листья, прятать что-то. Скрываться от Бога. А мы получили свободу в Иисусе Христе. От обстоятельств, от мыслей, от всего, да? Для чего? Чтобы любовью служить друг к другу. Любовь это есть Евангелие. Мы получили такую свободу для Евангелия. Чтобы Евангелия служить друг к другу. Передавать людям Евангелие. Чтобы мы не заморачивались. Я плохо поступил. Я согрешил. Мне надо каяться. Мне надо нести жертву. Уже спасенному не нужно нести жертву. За то, что он согрешил. Бог уже дал нам свободу. Чтобы это время, когда нести жертву, да? Искать ее, покупать, резать, везти к священнику. Мы служили Евангелию. Аминь. Понимаете? Но некоторые спасенные неправильно понимают. И начинают эту свободу. Мне уже не надо носить жертву. Я же спасенный. Поэтому вот это время, которое я должен был носить жертвы, я буду использовать для угождения плоти. Я буду обустраивать свою жизнь. Я буду зарабатывать деньги. Я буду строить что-то, садить, поливать, продавать. Помните, как в Ноя? Вот это все ради плоти начали эту свободу использовать. Конечно, нам нужно тоже это делать. Но то время, которое мы должны были приносить жертву, да? И за свои грехи мы это время должны использовать сейчас ради Евангелия. Чтобы передавать эту любовь другим людям. Это очень ясно в этом стихе написано. В свободе вы призваны, братья. Но предупреждение, смотрите, не есть дерево познания добра и зла. Было предупреждение? Да. Здесь то же самое. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. Бог показывает, для чего нам Бог дал свободу. Чтобы мы любовью служили друг другу. Чтобы мы свидетельствовали о слове, которое сказал нам Бог. Свидетельствовали обещания, которые сказал нам Бог. Вот мы на служении этим и занимаемся. Понимаете? Та душа, которую Бог мне положил, я передаю вам. Я любовью служу вам. Не сам это спрятал и живу этим. Я с вами делюсь этой душой. Те братья и сестры, которые тоже получили душу Господа, они вам это передают через свидетельство тоже. И в общении тоже мы. Те вопросы, которые возникают, мы тоже это показываем, получаем ответы в церкви. Это удивительная, счастливая жизнь духовная. Аминь. Но, сатана делает так, чтобы человек неправильно. И он думал, настоящая моя свобода в третьей главе бытия. Когда я буду жить как Бог. И тогда, кто сказал Адаму и Еве скрыться? Смотрите, кто сказал? Бог им сказал, вам надо скрыться от меня. Сатана уже сказал. И они слушали кого? Сатану. Кто сказал им шить смоковные листья? Бог им сказал? Сатана сказал шить одежду из смоковных листьев. И они кого уже слушали? Сатану. Получается, в третьей главе они имели свободу или нет? Не имели. Уже не имели. Понимаете? Уже конкретно они приказы дьявола выполняли. Кто сказал Иуде предать Иисуса Христа? Я не буду открывать вам. В Библии ясно написано. И вложил сатана Иуде предать Иисуса Христа. Кто сказал человеку не идти на служение? Бог сказал? Нет. Сатана приказал. Ни ходим сегодня на служение. Это приказ дьявола. И человек слушает этот приказ дьявола. Получается, чужой голос, голос дьявола стал для него каким? Родным. И он уже не идет за голосом Иисуса Христа. И это не пастырь Геннадий зовет вас на служение, дорогие братья и сестры. Вы думали, пастырь Геннадий вас зовет? Я вам скажу, у меня тут 10 квадратиков или 8 или 5. Мне не важно. Я все равно проповедую. Я все равно буду проповедовать, потому что голос Бога мне сказал проповедую. Даже если не будет ни одного квадратика, я посажу жену, сына и буду им проповедовать. Потому что голос Бога мне сказал проповедую. А вам что говорит голос Бога? Живи угождением плоти свободно. Занимайся только своей плотью. Это не голос Бога, дорогие братья и сестры. Голос Бога говорит, к свободе вы призваны, но только бы свобода не была угождением плоти. Сейчас многие перестали жертвовать на строительство молитвенного дома. Ну, конечно, я не знаю, может у вас зарплата уменьшилась, может кризис напал на вас. Но я думаю, кто-то принял мысль, что мы не будем строить. Но я вам свидетельствовал. Пастырь Джигуин сказал, стройте, Бог благословит вас. Понимаете? Мы делаем шаг, поверьте. Сейчас мы вчера с дьяконами сидели, обсуждали, пока карантин, пока не закрыли границу, нам нужно быстро поменять машину. Потому что, может быть, через месяц опять границы закроют. Количество заболеваний увеличивается, коронавирус. Поэтому я вам сказал, маски одевайте. Это не просто слухи какие-то по телевизору. Это реальные люди, с которыми я общаюсь. Увеличивается. Больницы переполнены. И наши братья и сестры в Виннице тоже заболели. Некоторые. Но уже они выздоровели. И они описывали ситуацию. Даже в Виннице не было места, где им лечиться. Они им предлагали в каких-то маленьких городах. Там лечиться. Больницы переполнены. Поэтому вы будьте внимательны. При все меры предосторожности вы поддерживаете. Получается, смотрите, Бог говорит нам что-то. Ну как я могу точно различить, это голос Бога или нет? Хотя мы с дьяконами решили, хотя мы помолились. Но вечером я звонил пастырю. Пастырь, пока граница не закрылась, мы хотим поменять машину. Пастырь уже говорит, я тебе еще весной сказал поменять. Понимаете? Он сказал поменять, но у меня веры не хватало. Веры не хватало поменять. Я пытался, но границу закрыли. Еще что-то. Потому что уже скоро поломается. И тогда ремонт больше двух тысяч долларов будет. Заранее нужно освободиться. Бог, Он сам ведет нас. Но, смотрите, чтобы эта свобода не была к вам угождением плоти. Запомните, мы получили свободу не от слова Божьего, братья и сестры. Не от руководства церкви и слуги Божьего. Во второй главе не имели свободу не от Бога. Мы хотим освободиться от этого, да? Мы получили свободу от мыслей, от обстоятельств, от желаний, да? От проблем, от всего, чтобы заниматься Евангелием. Аминь. Но в душе этой сестры перепуталась. Она думала, я теперь свободна от пастыря, да? Поэтому не буду делать то, что пастырь говорит. Я сказал, не делайте. Посмотрим, к чему эта свобода приведет. Вы же так жили до спасения. У вас же не было пастыря. У вас же не было. И что было? В моей жизни, когда не было пастыря, извините, моя жизнь полностью разрушилась. И я дошел до такого состояния, когда я вообще не хотел жить. Вот это моя свобода, понимаете? Жить как Бог довела меня до точки самоубийства. Не хочу жить. Это моя свобода довела. Но когда я получил спасение, да? Тогда я получил другую свободу от своих мыслей и руководства Господа. И вы знаете, 17 лет я уже спасенный. Ни разу у меня мысли о самоубийстве не пришло за это время. Странно, да? Ну, конечно, разные были мысли. Не хочу служить, там, еще что-то, да? Когда плохо, особенно, прихожане делали. Всегда это хочется бросить служение. Особенно, когда душу положил человеку, а человек берет и оставляет Бога. Тогда такое желание у служителя. Не хочу служить. Но пасторёк-супак сказал, все, кто хотят жить по плоти, уйдут. Мне сказал, лично, когда у меня была тяжесть. И с этим вопросом я к нему. Один раз у меня было личное общение с ним, с женой. Это общение на всю жизнь осталось. Он сказал, нелегко получить землю. Но ты получи, я буду молиться. И мы получили землю. И второе он сказал, да? Все, кто хотят жить по плоти, уйдут из церкви. У меня все ушли. И у тебя уйдут. Поэтому не переживай. Ты живи. А еще он сказал, просто научи своих прихожан Слову Божьему. Все. Кто хочет служить Богу, все останутся. Потому что служить Богу можно только в церкви. Аминь. Вне церкви нельзя служить. Священник не мог вне, в Скинии служить. Ему, чтобы служить, нужно зайти в Скинию. Там приносить жертву, там сжигать, там резать, там кровью мазать. Вне Скинии он ничего не мог делать. Хотя он священник даже. Одинаково спасенный. Вне церкви он не может служить Богу. Сейчас вот, допустим, у нас есть Кирилл Сарчук. Когда-то он был служителем. Он сейчас вне церкви. Он в Житомире живет. Он служит Богу? Не, шашлыки жарит, вино пьет. Так живет. Иногда я завидую ему. Такая хорошая жизнь. Полная свобода у него. Шашлыки жарит, вино пьет. Но вы знаете, недавно я обнаружил у меня пакет вина. Моя жена купила. Тоже она в мясо добавлять иногда. Поэтому у меня нет желания выпить его. Странно. Нет желания выпить это вино. Оно стоит там. Я об этом знаю. А у моего брата Такое желание очень огромное. Поэтому даже у него нет вина, Но он находит. Все, что горит, все выпьет. Даже то, что нельзя. Это откуда это желание? Человек оставил, да, вторую главу и перешел в третью. Но я о чем говорю? Вы не перепутайте свободу. Я умоляю вас. Вы помните, что вы уже получили свободу от своих желаний. Поэтому если у вас возникает желание, Я не хочу идти на служение сегодня. Мне удобно дома зум включить. Это дьявольское желание. Вы его можете выгнать уже. Выгнать из своей души, из своего дома. Это чужой голос. Аминь. Это чужой голос. Написано, за чужим голосом не идут. А что делают? Бегут от него. Смотрите, не просто стоят и слушают, А бегут от него, чтобы не слушать. Дьявол хитрее всех зверей полевых. Поэтому если бы Ева убежала от дьявола, Она бы не попала в такую ситуацию. Но она стояла близко и слушала дьявола, да? Она не бежала от этого чужого голоса. Смотрите, и чем больше она слушала, слушала дьявола, Тем голос дьявола стал для нее родным. Такой приятный. Дьявол стал ее другом. А Бог стал врагом. Для нее. Просто она слушала голос дьявола. Если вы не слушаете слово церкви, А слушаете голос дьявола, Пропускайте служение, Через какое-то время он станет вам родным. И вы полностью станете рабами этого голоса. И что вам голос будет говорить, За этим вы будете следовать. Аминь не скажите. Не аминь надо так говорить. Не знаю как. Не-не, не аминь. Я не буду следовать. Надо так. Уже. Знаете, у харизматов это называется, Господи, как это они называют, Провозглашать. Ну, они как бы чуть-чуть понимают Библию, да? Ну, у них все свои надо. Провозглашать надо, да? Я говорю, так тогда провозглашайте, Что вы не грешники, а праведники. Это лучше всего провозглашать. Но это они не могут провозглашать. Ну, я здоров, Иисусе Христе, Болезнь, уйди от меня, Дам изгинь, дух нечистый. Они провозглашают, да? И они им верят, Что это слово имеет силу, да? Поэтому вы тоже провозглашайте. Я чужой голос не слушаю, да? Скоро мы станем харизматами. Я уже не знаю, что, Какой способ использовать. Я слушаю голос пастыря, Который ведет меня в жизнь, да? Который ведет нас в благословение. Аминь. Еще одно место хочу вам показать, да? Какое место? Откровение. Недавно нам пастырь передавал. Я тоже глубокое впечатление получил. Откровение, вторая глава. Четвертый стих. Но имею против тебя, То, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, И покайся. И твори прежние дела. А если не так, То скоро приду к тебе И сдвину светильник твой С места его, Если не покайся. Вот это слово тоже Бог сказал нам на днях. Поэтому я с вами тоже хочу поделиться. Это слово Приятное нам? Такое, как дьявол говорил? Или Сдвину светильник, Как почти проклятие? Ну вы даже не понимаете, Что значит сдвинуть светильник. Правда? Поэтому вам оно вообще Неприятное и никакое. Чтобы слово понять, Нужно размышлять. Смотрите, в светильнике Что горит? Масло. Помните про дев, Которые приходили И просили масла в светильнике? Масло это что символизирует? Это Святой Дух символизирует. Правильно? Масло. И сдвинуть светильник, Это что значит? Через светильник масло горит. Через светильник масло горит. Получается, через светильник Святой Дух действует. Поэтому Бог сказал Сдвинуть светильник. Это значит что? Ну, когда вот это Саму свечку вы раз сдвинули, А светильник погаснет. Вы поняли? Это не то, что Масло останется в светильнике. Но. Ну, в Каганезе у вас был, Вы раз светильник сдвинули, Спрятали, он гаснет или не гаснет? Там есть керосин. Но он гаснет все равно, Потому что вы светильник спрятали. Само вот это, где горит. Поэтому, да, фитиль. Поэтому здесь Бог тоже сказал, Я сдвину фитиль. Понимаете? Сдвину светильник. Получается, хотя Дух Святой есть, Но он не будет гореть. Он не будет действовать. Это не значит, что потеряете спасение. Уже Дух Святой есть. Масло есть, Но он не будет действовать в вашей жизни, Если вы не покаетесь. Это Ефесской церкви он говорил. Они хорошо по вере жили. Но однажды они начали слушать другой голос. Поэтому Бог пришел и сказал, да, Если вы не покаетесь, Я сдвину светильник, получается. Святой Дух не будет действовать в вашей жизни. Это страшное слово? Я считаю, для спасенного это самое страшное слово. Представляете, иметь светильник, Иметь Святой Дух, Но не видеть этого деяния Господа. Это как придет доброе, Но ты не увидишь доброго. Оно-то есть рядом, Но ты его не видишь. Это как пища есть, Запах чувствуете, Но в желудок не попадает. Не знаю, как вам объяснить. Это очень мучительно, Для спасенного иметь такую жизнь. Поэтому Бог нас предупреждает. Для чего предупреждал Адама и Евы? Чтобы сохранить их жизнь. Здесь тоже в откровении, Через Иоанна он предупреждает нас. Если не покаешься, сдвинуть светильник. То есть Дух Святой не будет действовать. Для чего он так предупреждает? Чтобы сохранить нашу духовную жизнь тоже. Аминь? Но Бог не хочет, Чтобы мы жили своим пониманием, Чтобы мы жили слушать чужой голос. И какая же причина, То, что Бог так разгневался, И прекратит деяние Святого Духа, Деяние Святого Духа в нашей жизни. Смотрите, они не грешили. Они особо плохо ничего не делали. Но они, Имею против тебя, Житомирская церковь, Что ты оставил первую любовь. Бог сказал. Первая любовь, это что? У вас была первая любовь? В школе, да? Вы кого-то полюбили? Если напрячься, Я тоже в школе кого-то полюбил. Может быть. Но смотрите, Это любовь, Когда первая приходит, Тогда человеку хочется Слышать голос. Да? Ну, это девушки, Или этого, мужчины. Тогда они часто, Что разговаривают по телефону? Нет? Или смс-ки пишут друг другу? Письма писали раньше, да? Или записки в школе писали тогда? Такую маленькую, И потом передали. И передали. Я тебя люблю. Ну, я не знаю. Ну, обычно. Смотрите. Тогда, получается, Если есть любовь, Тогда хочется всегда слышать, Всегда видеть, Фотографию поставить, Смотрят. Нет? Если есть любовь к Господу, Бог меня спас, Бог за меня, Своего Сына отдал, Тогда хочется слышать Его голос. Правда? Хочется слышать Святого Духа. Хочется слышать Слово Божие. Участвовать. Чем больше служения, Тем лучше. Как вы думаете, Когда я вдруг слышу Какое-то служение, да? Ну, слово, проповедь, Кто-то слушает, да? Тогда у меня какая реакция? Я прохожу мимо, Ой, это проповедь Нашего пастыря какого-то там, И прошел мимо. Или у меня какая реакция? Ой, интересно, Это кто проповедует? А что проповедует? А я это слышал или не слышал? Вот это у меня такая реакция Возникает. У вас нет? Поэтому, если есть любовь К Богу, Тогда у вас душа такая есть, Слышать Его Слово. Благодарить Его за Его Слово. Что-то сделать Ему приятное, Богу, да? Не убегать и скрыться от Него, А прийти и послужить. Пастырь, я хочу послужить. Чем я могу сегодня в церкви послужить? Уже давно я таких звонков Не слышал от вас. Всегда мне надо позвонить, да? Придите, послужите, Генеральную уборку сделайте. Еле сделали за полгода один раз. В карантин. За полгода один раз. А мы что, думали там в церкви, И все идеально, Пыль не собирается. Мы же туда не ходим, Значит, пыль не собирается, да? А то, что волонтеры сюда ходят, Новые люди ходят, И пастырь живет, да? Даже мы не ходим, Пыль собирается? Но никто не позвонил. Потом однажды вдруг, Это чудо было, Господне для меня. Не прошло и полгода позвонили. А я не сказал делать. Это было деяние Святого Духа. Так я радовался. Но было странно, Это было деяние, Не в ответственного за уборку. Вот это было странно мне. Потом я начал думать, А кто же ответственный? А в ответственного за уборку Даже не включилось, да? Это удивительно. Поэтому, смотрите, Первую любовь потерял. Надо подумать вам. Первая любовь у кого была? У человека, попавшегося разбойником. Такое состояние, Когда самарянин подошел к нему, Как он встретил его? Как вы думаете? Очень радостно, счастливо. Он роптал, Он чем-то противоречил этому, Доброму самарянину. Когда он его бинтовал, Он мешал ему. Когда на осле посадил, Он радовался, да? А он спас меня. Я люблю этого незнакомого человека. Женщина, пойманная при водеянии, Когда Иисус освободил ее от камней, От смерти, Потом сказал, Я не осуждаю тебя. У нее появилось какое состояние души? Первая любовь. Преступника, которому Иисус сказал, Ныне будешь со мной в район. Так благодарил он. Своё состояние. Вы помните, Когда вы услышали Евангелие? Это было состояние первой любви. Все мы хотели отдать тогда Богу. С утра до вечера мы хотели сидеть в церкви, Слушать Слово, Задавать вопросы, Разбираться в духовной жизни. Я тогда кого встретил всем свидетельством, Мою маму мучил постоянно, Тебе надо спасение, И проповедовал знакомым своим всем свидетельством. Получается, первая любовь, Это не я сам управлял собой, А Дух Святой, Который появился у нас, Он начал вести нас. Это не моё желание было проповедовать, Я не умел проповедовать. Вы не переживайте, что вы не умеете. Если вы свидетельствуете, Это Дух Святой побуждает вас. Я никогда не жертвовал церковь, Включите, Церковь в день. Понимаете? Ну, когда я слышал, Надо куда-то пожертвование, Я туда пришел и пожертвовал. Первый раз, Я до сих пор помню, На Черкасскую церковь, Там пастырь Марат служил. И как они мучились, И пастырь Ли ездил без слов. Я слушал эту историю, Они какой-то дом на окраине сняли, Вообще за городом. И там бесы жили в этом доме. И этот ребенок начал видеть. Я слушал, Им надо хорошую квартиру, Переехать в центр города. И первый раз я пожертвовал. И я пришел, пожертвовал 20 долларов. Пастырь Ли записал тогда. Так радовался. Я только получил спасение. И он потом спросил, Каждый месяц? И у меня так, понимаете? А я не собирался каждый месяц, Думал один раз. И потом, Пастырь когда спросил, Я не мог ответить, Нет. Потому что через этого пастыря, Я получил спасение. Я не мог ему ответить, Нет, только один раз. Мне было стыдно. Каждый месяц, Пастырь, Аминь. И он записал тогда. И потом я думал, Когда вышел, А им же каждый месяц, Надо за квартиру платить. В центре города. С радостью я вышел, Аллилуйя. Эта душа пришла, От святого духа прийти, Пожертвовать 20 долларов. А потом пастырь сказал, Каждый месяц, И у меня пришла душа, Каждый месяц. А у вас такая душа есть? Радостно вы жертвуете на квартиру? Не знаю, дьяконы, Как вы считаете, У вас ячейки. Я радостно, Я вышел такой счастливый. Что произошло на следующий месяц? Был февраль, Вообще не было заказов в строительстве. Вообще у нас даже хлеба дома не было с женой. Мы пытались роптать, А потом я нашел муку. Говорю, Не, роптать не будем. Мука это тоже хлеб. Пеки хлеб. Она пекла хлеб. Первый раз в своей жизни. И мы ели это. И мы не роптали. И пришло время, Опять 20 долларов пожертвовать. Я очень подробно помню, Потому что с Богом тогда я много пообщался. Господь, Ты сказал, Каждый месяц я как могу пожертвовать? Но я же сказал каждый месяц, Тогда ты дашь мне. А смотрю, Заказов нету, Мертвый месяц, Даже кушать нет. Понимаете, Только получили спасение. В декабре получили, Это февраль. И тогда пришла такая душа, Надо одолжить. Моя жена в банке работала, Она 100 долларов одолжила. И принесла. Надо купить хлеб, Надо купить сахар, Надо купить чай. Но, Надо пожертвовать. 20 долларов. И я сразу 20 долларов, Я пожертвую. Забрал. У него 80 остается. Потом думал, А десятину надо с этих 100 давать? Сатана говорит, Не давай. Это же не твои. Ты же не заработал. Бог тебе не дал. Ты же одолжил эти деньги. Понимаете, Сатана как обманывал? Я думал, Много, Ночами мучился. Надо или не надо, Господь? И Бог тогда сказал, А если бы я не разрешил тебе одолжить, Где ты взял? Получается, Я тебе даже разрешил это одолжить. Это я тебе тоже дал. И я тогда опять же не пришел. Еще 10 долларов дай. Это десятину я дам. И 20 долларов на квартиру в Сиркасах я пожертвую. А на 70 будем кушать. И так радостно стало. Понимаете? Мучения сразу ушли. Аллилуйя. И через буквально несколько лет, Я уже 200 долларов заработал. Понимаете? И этот долг вернул. И опять десятину пожертвовал. И уже на следующий месяц На квартиру заранее отложил, Чтобы не растратить. Удивительно произошло. Дух Святой, Да? Он вел меня тогда. И показывал. Была первая любовь. Понимаете? Даже одолжить деньги И пожертвовать Для любимой, Да? Невесты. Иисуса Христа. Для церкви. Вообще не проблема была. Вообще не проблема была. Бог удивительно тогда проводил. И тогда я очень любил рыбалку, да? Всегда с друзьями ездил в воскресенье. Если рыба клюет, тогда... Ну, до 11 можно вернуться на служение. Но если рыба клюет, Тогда вообще-то невозможно Уйти рыбаку с озера. Ну, кто ловил, тот знает. Поэтому я начал пропускать служение в воскресенье. Мы уже с друзьями привыкли Несколько лет так жить. Ходить на рыбалку, да? А потом служение вдруг появилось в моей жизни. Мне надо выбросить. Но я не мог выбросить. И тогда сама Нима общалась с моей женой. Говорит, а почему его нету на первом служении? На второе я приходил. Говорит, ну он на рыбалке. И она вдруг так просто спросила. А что, в субботу нельзя ходить на рыбалку? И моя жена мне передала. А тебе в субботу нельзя? Я говорю, да не, ну мы вообще привыкли Как бы ходить в воскресенье уже. В субботу тяжелый день, да. В бильярдную мы ходили в субботу. Тогда, а в воскресенье на рыбалку. Ну, когда появилась церковь, Появилась первая любовь, Тогда вот это все пришлось выбросить со своей жизни. И футбол, и рыбалку в воскресенье, да. И вот этот день воскресный отдать Господу. И так радостно было. Очень радостно было. Слушая церковь, как будто нет свободы. Смотрите. Говорит, не ходи на рыбалку, да, в воскресенье. Но на самом деле, это же у меня нет свободы от рыбалки. Но слушая слово в церкви, эту свободу я получил. И тогда свободно освободился, да. И в субботу начал ходить. И рыба еще лучше клевала в субботу. Потому что в воскресенье Бог это знал. Я туда иду, Он и в субботу благословлял. И всю неделю благословляет нам. Если мы седьмой день посвящаем Господу. И деньги тоже. Всю благословляет зарплату, если мы служим. Десятиной, на квартиру, да. Еще. Получается, вот это первая любовь. Смотрите. Никто не заставлял нас делать. Никто не заставляет мальчика или девочку купить цветы, купить шоколадку. Это внутри появляется. Хочу приятное делать. Того, кого люблю. Кто-то заставляет? Нет. Но если мы потеряем любовь, тогда нас надо заставлять. Тогда пастору нужно заставлять вас служить, жертвовать, проповедовать. Это очень опасно. Это ненормальное состояние. Когда человека, слепого, Иисус, да, вылечил. Тогда разве его надо было заставлять, свидетельствовать об Иисусе Христе? Нет. Его спрашивали, он сам начал говорить. Это Иисус. Даже я не знаю, кто это. Но он взял и сделал так, что я прозрел. В вашей жизни тоже. Первая любовь, это никто не заставляет. Это человек живет. Под руководством Святого Духа. А Святой Дух хочет всегда служить. Хочет следовать за Господом. Хочет слушать этот голос Бога. Понимаете? Не голос плоти проклятой. Он хочет участвовать в конференции. Он хочет жертвовать. Даже в гонениях. Тяжести переносить тоже мы можем радоваться. У учеников, представляете, какая любовь была. Настолько первая любовь сильная, что они даже готовы были умереть за смерть. За Евангелие. Идти, шли на смерть. Но они не закрывали уста. Все равно говорили об Иисусе Христе. Нам сейчас не надо это делать. Вот это есть люди, которые один талант получили, два и пять. Первого, почему на него хозяин разгневался? У этого первого не было первой любви, который один талант получил. Он не думал о душе хозяина. Хозяин что хочет. Кто имеет любовь, тогда он думает о душе хозяина всегда. О душе того, кого любит. А эта девушка какие цветы любит. А шоколад белый или черный. Не знаю. Со стороны женщины не могу пример привести честно. Я глубоко не думал. А женщина что приятно хочет делать? Прическу тогда? Или длинный один? Леснинся тогда? Для мужчины? Я не знаю. Сестры больше сидят. Я вам не могу подсказать. Сами подумайте. Хорошо? Со стороны мужчины ясно тогда. Что любит? Он думает. Какой фильм повести в кинотеатр? Комедию или боевик? Я люблю боевик. Но если я думаю о душе моей жены, тогда на боевик ее приглашают? Нет. Она может романтический фильм или комедию любит. Понимаете? Но если я только о себе думаю и вообще не думаю о душе, тогда я иду на боевик. И она сидит мучается. Ей не интересно. Стреляют там, режут. Убивают. Вообще ей не интересно. Фильм «Какой Господь любит?» Скажите. Когда братья и сестры слушают слово. Когда они свидетельствуют. Когда они проповедуют. Когда они пожертвуют. Когда они встретят Господа. Бог такой фильм любит смотреть. Деяния Житомирской церкви. Такая книга пишется на небесах сейчас. Представляете? Невидимое. Деяния Житомирской. Как они будут строить молитвенный дом. Как они поменяют машину. Как они будут спасать людей. Это очень важно. В душе пасторяк-супаха. Почему Бог сильно через него действует. До сих пор в душе действует первая любовь. Согласны вы или нет? Постоянно он рассказывает, как Господь его спас. Постоянно он рассказывает, как он потерпел крах. Никогда в его душе не появилось. Я хочу свободным. Жить как хочу. В Иисуса тоже никогда в душе не появилось. Он ходил, куда ему надлежало. Он думал об этом. Вы тоже думали. Куда вам надлежало ходить. Поэтому пасторек-супах он. Вадимый Святым Духом до сих пор. Это удивительно. Понимаете, почему такой слуга? Он огромной миссией руководит. Потому что он эту первую любовь, руководство Святого Духа, от начала сохранил все это время. А мы часто ее теряем. Часто мы начинаем любить другую невесту. Другая невеста это наша плоть. Поэтому Бог сказал, смотрите, чтобы свобода не была в угождении плоти. Запомните, ваша настоящая невеста это не плоть, дорогие братья и сестры. Это душа ваша со Святым Духом. Вот это вам нужно любить. Святой Дух вам нужно любить. Когда наша душа становится гордой. Когда мы считаем себя хорошим. Эта гордость дьявольская. Дьявольская. Поэтому она поднимает нашу душу. Церковь становится плохой. Пасторь становится плохим. Братья и сестры становятся плохими. Если долго пообщается с дьяволом человек, обязательно такой результат будет. Ева, когда пообщалась, тогда для нее Бог стал плохим. И душа Евы поднялась. Я буду как Бог. Мы же уже так пожили до спасения. Как Боги. Уже все попробовали. Кто-то сказал, да, по-моему, Викин муж сказал. Уже его имя даже забываем. Я раньше только мучился. Вот сейчас я только хочу пожить как Бог. До этого наркотики принимал, пил, семью потерял. Это результат то, что он жил как Бог. А сейчас опять хочет попробовать. Жить как Бог. Это очень глупо. Поэтому здесь, смотрите, что Бог имеет против тебя, написал. Что ты оставил первую любовь. Вы думаете, я же не грешу, я не пью, не курю, не вбиваю, не прелюбодействую. Поэтому нормально. Но даже вы не чувствуете, что некоторые оставили первую любовь. Это пастыре нужно заставлять. Признак этого, то, что мне нужно заставлять вас что-то делать. А мне не нужно вас заставлять. Меня никто не заставлял. Просто пастырь объявил. А кто хочет пожертвовать на квартиру в Черкасской церкви? И у меня пришло такое желание. Хотя не было денег, все равно это желание осталось. А кто хочет проповедовать? Тогда такое желание. А кто хочет уборку делать? А у меня Святой Дух ведет. Я в церкви давно не буду, уборку сделаю. Это очень важно. Чувствовать душу Церкви, душу Хозяина. Если бы этот получивший один талант чувствовал, он бы никогда не закопал. Поэтому Бог, да, смотрите, Он хочет нас благословлять сегодня. Каждый день хочет благословлять. Но если вы потеряли первую любовь, Бог сказал, уже против. Вы стали противниками Бога. Тогда я сдвину святильник. Это очень страшно. Человек не увидит Деяния Святого Духа. Спасение останется. Но Святого Духа вы в своей жизни не увидите. Будете жить, как обычные люди. Во тьме. Ну что хорошего во тьме? Это не пастырь Геннадий сказал, я сдвину тебе святильник. Это Бог сказал. Через пастыря Гю передал. И я вам передаю тоже. Делюсь. Поэтому нам важно сохранить вот эту первую любовь. Каждый день вы молитесь Богу. Господь, Ты меня так возлюбил, что сына своего отдал. А я тебя сегодня как возлюбил. А я сегодня тебе как послужил. Даже трансляцию сделать иногда вам тяжело. Пальцем просто пошевелить. Да, два, три раза нажать. Открыть. Совместный просмотр. Начать. Даже это вам сложно, вы ропчете. Я удивлен был некоторым. Не понимайте, не уходите от дьякона из дома. Живите у дьякона, пока не научитесь. Вы поняли? Вагония. Никто не уйдите, пока вы не научитесь. Живите там, ночуйте. Проходите круглосуточно тренировку, как транслировать и делиться публикацией. Это разные две вещи. Начать просмотр и поделиться. Сделать репост. Это совсем разное. Не уйдите сегодня. Это этим послужить. Но это не особо важное. Ну и тоже медиа служение. Но если вы глубоко думаете. А я как могу служить? Я каждый день об этом думаю, братья и сестры. Я сегодня кому могу проповедовать? Я сегодня как могу послужить? Я где могу найти людей, чтобы им проповедовать? Какие-то пайки получить? Поехать к этим семьям? Где-то встретить людей? Это важно. Но вы думаете о чем? Как накормить свою плоть? Как ее отдыхать положить? Как ее ублажать? Как ее лечить? Как ее еще что-то делать? Веселить. Еле пили веселились, да? Не надо так жить. Этим мы оставляем любовь. Смотрите, если полюбили кого-то, тогда без этого человека вы уже не ходите веселиться. Согласны? Уже неинтересно. В какой компании не находится, но думает все равно о своей любви. Понимаете? Нет? Или нормально веселиться сам? Нет. Все равно думает о Господе. Думает о церковь, как живет сейчас, что делает. А, машину меняет. Тогда сейчас на машину мы пожертвуем. Строй, значит, на стройку мы пожертвуем. Семинар проводят, на семинар мы пожертвуем. Любое тогда. Богу молятся, Бог дает. С Богом встречаются через это. Вот очень счастливая жизнь. Аминь. Не потеряйте первую любовь. Я не хочу, чтобы ни у одного у вас светильник загасли. То, что спасение вы не потеряете, я не переживаю уже. Но некоторые, обнаружившись, даже не имели спасения через семинар. Но то, что светильник может загаснуть, это возможно. Понимаете? Пасторик Супак постоянно эту первую любовь, как в своей душе, возобновляет, свидетельствует. Я негодный, я никчемный, я потерпел крах. Каждый раз даже мои дети говорят, почему дедушка повторяется? Каждый раз. Это огромное свидетельство. Вы когда потерпели крах? Вы свидетельствуете. Я до церкви потерпела крах. Или потерпел. Меня никто не заставлял. До сих пор не заставляет. Почему я служу? Меня заставляют? Я не говорю, что эта любовь такая же сохранилась, как... Знаете? Может, она тоже немножко меньше стала. Но у нас все равно есть эта любовь. К людям. Я переживаю за тех людей, которым вы транслируете. А больше переживаю за тех незнакомых людей, которым вы не транслируете. Переживаю за вас, когда вы не слушаете слова. Хотя вы мне не родные по плоти. Я за вас больше переживаю, чем за своего родного брата. Интересно? Я больше с вами общаюсь, чем со своими родными родителями. Больше. Часами вам что-то говорю, передаю душу Господа. А родителей вижу раз в месяц там или два раза в месяц. По телефону редко пообщаюсь. Любите Господа. Возобновляйте эту любовь. Думайте о нем. Что он сделал для вас? Он умер на кресте. Он пролил свою кровь. Мы строим молитвенный дом. Для кого мы строим? Для наших детей и внуков. Будет коронавирус. Будет серьезное гонение. Нам нужно построить. Будут отключать электричество и интернет. Тогда мы в церкви, в нашем здании сможем собираться. Уже мы не можем найти помещение для семинара, дорогие братья и сестры. В Житомире мы не можем найти помещение для семинара. Хорошо, зум есть. Завтра зум пропадет. Как вы сможете слушать? Только один путь останется. Прийти в церковь. Прийти в церковь и там слушать. Нам заранее надо строить молитвенный дом. Сейчас религиозные они заранее даже строят для себя какие-то коттеджные городки. Понимаете? Чтобы там спрятаться от коронавируса. Но нам не надо спрятаться от коронавируса. Нам надо спрятаться от сатаны. Убежать от чужого голоса. Начните разделять. В своей душе. Где чужой голос, где родной. Человек полюбивший кого-то, он точно знает телефон этого человека. Голос его. И с ним он общается. Если вы любите Господа, с ним общайтесь. Не с дьяволом. Дьявол, запомните, хотя он такие слова говорил, Еве, но он никогда не любил ее. Он говорил эти слова, чтобы убить ее. Потому что он, человека, убийца. Что бы он ни говорил приятного, дьявол, за этими словами нет настоящей любви. Он, человека, убийца, написано в Библии. Поэтому он хочет убить и разрушить, и погубить вашу жизнь. И ваших всех родных затянуть в ад. Поэтому нам нужно от этого голоса что? Убегать. И открыть ухо на Божий голос. Аминь. Это и есть духовная жизнь. Поэтому я очень сильно хочу вас научить вот это убегать от чужого голоса и слушать голос Бога. Если вот это одно вы научитесь, все, проблемы не будет. Если вы научитесь различать. Последнее, рассказываю и заканчиваю. Ивасик Телесик, да? Всегда я вам рассказываю эту сказку. Он плавал, рыбу ловил. Потом ведьма, дьявола. Я просто смотрел с детьми, это здесь у нас. В кукольном театре глубокое впечатление получил. Думаю, что я здесь сижу? А здесь духовный смысл есть. Он плавал, радовался, рыбы наловил, да? Потом ведьма пришла. И что? Ивасику, Ивасику, приплынь, приплынь до бережка, да? А он что сказал? Это не голос моей мамы, я не приплыву. И ведьма тогда пошла к кузнецу, я не знаю, как кузнец, голос передел. Он ковал, и она уже голосом мамы тогда пришла, да? И он слушал, а это голос мамы, он обманулся. И приплыл, и тогда она унесла его, да? Куда? Концовку я не помню. Варить? Варить, он сестра Люда хорошо знает. Варить. Сатана хочет вас варить и убить. И если вы не научитесь вот этот голос различать, исследовать, да? Придете к дьяволу, ой, ты моя мама, да? Нет, ваша мама это церковь, дорогие братья и сестры, которая дала вам жизнь вечную. И спасение, этот голос вам надо принимать. А дьявол это не ваша мама. Олег, вы слышите меня или нет? Дьявол это не ваша мама. Не зевайте, я сейчас спать не пора, бог свет не выключил. Философия это не божья. Это дьявольская. Поэтому написано, смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией. Олег любит философство. А ему надо больше общаться со спасенными. А он с каким-то голосом внутри общается. И этот голос ему говорит, это я, бог, меня слушай. Ты не умрешь. Ты будешь как бог. Смотри, какое слово хорошее. Пофилософствуй над этим. И Ева философствовала. И дьявол потом скажет, не надо строить молитвенный дом. Все равно уже все, коронавирус. Дьявол сказал, тогда не надо жениться. Тогда не надо пенсию получать. Уже все, коронавирус. Уже надо умирать. Понимаете? А нам надо вот это единственное сделать. Для Бога. Важный момент. Поэтому молитесь за это. Если вы знаете душу Бога. И к Нему приходите. Все, что с верой попросите, получите. Аминь. Моя, это как, жена брата моего сказала. Я каждый день молюсь, чтобы мой муж не пил. Я говорю, молиться мало. Нужно с верой молиться. А вера откуда приходит? От слышания слова Божьего. Понимаете, как все завязано? Сначала вы слушаете родной голос. У вас появляется вера. А потом вы с этой верой молитесь к Богу и получаете. А если вы слушаете чужой голос, дьявола, у вас появляется неверие. И вы с этим неверием тоже молитесь. И от Бога не получаете. Интересно? Вот это две разницы. Почему важно слышать этот голос? Чтобы получить веру и с этой верой молиться. И получить. А без веры Богу угодить невозможно. И вот этот дьявол знает, и он ворует веру. Сегодня сестра свидетельства. Да, у нас всех есть вера. Но почему человек уходит из церкви? Почему он пренебрегает волей Бога? Потому что дьявол приходит эту веру, ворует. Ночью написано, враг пришел и украл. Это про дьявола. Поэтому нам нужно бдить, бодрствовать на простом служении, я вам говорил. Чтобы дьявол не украл. И смотреть, чтобы он занятый Словом Божьим. Аминь. Аминь. Закончим. Здоровый Господь, Отец Небесный. Благодарим и славим Тебя. Через Слово, через церковь. Ты показываешь нам нашу проблему. Сатана хочет, чтобы мы потеряли, Господь, первую любовь. Чтобы мы жили по закону, по приказанию. Но нам нельзя так жить. Нам нужно жить по Духу Святому, который мы получили, Господь. Когда мы слушаем Слово Дух Святой, Он сам ведет нас к ящику пожертвования. Или на улицу проповедовать. Или общаться к пастырю. Это Дух Святой ведет нас. Помилуй наших братьев и сестер. Чтобы они все сохранили эту любовь, как ее сохранил пастыр Аксупак. Это возможно. 50 лет больше хранить эту любовь, находясь в церкви, слушая Слово, размышляя над этим Словом. Благослови нашу церковь, чтобы мы могли построить молитвенный дом. Чтобы мы могли поменять машину. Чтобы многие люди, они могли спасение через нас получать. Всех отпавших тоже верни, Господи, и сохрани свое стадо, Господи. Точно овцы Твои слушают голос Твой. Помилуй, чтобы наши братья научились различать и сестры тоже. Где чужой голос, где родной, Господи. Где Дух Святой, где чужой проклятый голос плоти, Господи. Чтобы мы имели ту жизнь, которую, счастливую жизнь и благословение, которое Ты приготовил каждому из нас. Молился Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое. На этом мы закончим. Сегодня утреннее служение.